Приветствую, командиры! Свеженькие, только что со стапелей европейские эсминцы, изменение инерционного взрывателя и обшивки, клановый Блиц и море других новостей в обновлении 0.9.2. Главная новость! В раннем доступе 5 кораблей ветки Европы. Новые и очень интересные эсминцы. Основная их особенность — дальнобойные и очень быстрые торпеды с небольшим уроном. Дымогенератора нет, зато есть неплохая маскировка и ремонтная команда. Кажется, что у японских эсминцев появились серьезные конкуренты. С 7 уровня у европейцев будет скорострельный главный калибр для боя на ближней дистанции. А вот вдаль стрелять посложнее из-за навесной баллистики. Большой плюс новичков — мощное ПВО с большой дальностью действия и, начиная с 8 уровня, заградительный огонь. К выходу европейцев приурочены и новые эмблемы, и новый портфьорды. А чтобы поставить в него новенькие эсминцы, в Адмиралтействе получите последовательные наборы — Свисби, Вестерос, Сконы, Элланд и Эстер Гётланд — за европейские жетоны. Они выпадают из контейнеров Европа, которые вы получите в снабжении из-за прохождения директив. Еще один новичок ветки Европы — Смолланд. Первая десятка — за свободный опыт. Это один из самых крупных и мощных эсминцев ВМС Швеции. У него тоже нет дымогенератора, зато есть поисковый РЛС, уникальный форсаж и ремонтная команда. Вооружен быстрыми 12-километровыми торпедами и скорострельными орудиями ГК, перезарядка у которых меньше двух секунд. Смолланд — универсальный корабль. Он хорош и в борьбе за точки, и в охоте за эсминцами. Новость для клановых игроков. Очередной клановый Блиц с отличными наградами. Подробную информацию о нем учите на нашем портале. А если вы еще не в клане, то пора вступить. Или создать свой. В обновлении 0.9.2 ряд важных изменений произошел с крейсерами. Пробитие их фугасов калибра 152-155 мм у кораблей 8-10 уровня теперь равно 1.5 калибра. Это позволит им пробивать броню толщиной до 30-31 мм. Кроме того, если раньше все фугасы полубронебойные пробивали броню, которая меньше его пробития, то теперь они пробивают броню, которая меньше или равна его пробитию. Теперь крейсера с орудиями калибра 152-155 мм смогут пробивать обшивку друг друга без навыка инерционные взрыватели осколочно-фугасных снарядов. Поэтому до 16 марта всем игрокам будет доступна 100% скидка на перераспределение навыков командиров. Чтобы ее получить, поспешите воспользоваться кнопкой на портале. Кстати, сам навык «Инерционный взрыватель» мы тоже изменили. В обновлении 0.9.2 бонус, который он дает к пробитию фугасов, будет 25%. Кроме того, теперь навык будет снижать базовый шанс поджога снарядов в два раза, не затрагивая, как и прежде, бонусу от сигналов Виктора Лима и Индия X-Ray или взрывотехника. Еще одна хорошая новость — мы увеличили толщину обшивки крейсера. У кораблей с орудиями 190 мм и больше увеличится броня центральной части корпуса и палубы, а у крейсеров с меньшим калибром — только центральной части палубы. Это подчеркнет различия между легкими и тяжелыми крейсерами и повысит живучесть и тех, и других. При правильной постановке корпуса рикошетов будет больше. Точные значения ищите на нашем портале и в клиенте игры. Не обошлось это обновление и без технических улучшений. Установка сигналов, камуфляжей и смена модулей, не влияющих на геометрию корабля, будет быстрее. Новая модель освещения и технологии HDR пришла на карты «Ледяные острова», «Пролив», «Слезы пустыни», «Горная цепь» и в порты Нью-Йорк, Зипангу, Гавайи. В Зипангу теперь весна, а в Нью-Йорке лето. Остальные подробности обновления 0.9.2 на нашем портале. А я, Даша Перова, желаю вам веселых побед и весеннего настроения. До новых встреч, командиры! Та-дам! 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 Продолжение следует...